Если мы сегодня заменим сексуальными игрушками живых людей, ну, мы просто вымрем. Если тебя можно заменить вибратором за 5000, то у меня к тебе, как к человеку, есть огромный пул вопросов. То, что происходит в спальне, с первого дня это началось. Или с 21-го, вот в этом случае это совершенно не важно. Секс-игрушки — это точно не просто игрушки, это целая индустрия. Интересно, что же предлагает она нам сегодня и какое будущее для нас готовит. Это целый мир-то. Со мной сегодня в гостях Инесса Швадская, клинический психолог-сексолог, и Вероника Чайна, секс-коуч и консультант по сексуальному отношению. Меня зовут Елена Кирсанова, это видеоподкаст «Встал вопрос». И вот знаете, интересно, с чего все начиналось? Ведь вот я читала, что уже 3000 лет назад, или даже больше, в Японии женщины использовали вагинальные шарики. Шекспир писал свои пьеси про Дилда. То есть история уже начинается с каких времен? 33 тысячи лет назад. 33? Да, 33 тысячи лет назад уже были эротические наскальные рисунки и сексуальные фигурки женщин с выдающимися формами. А в той же пещере, где были наскальные рисунки эротического характера, был найден Дилда 20 сантиметров. То есть это такая самая эротическая пещера с рисунками. А 25 тысяч лет назад уже заговорили о смазках, уже в честь бога Диониса праздновали всевозможные... У них были мероприятия, празднества, где они пили и предавались беспорядочной половой жизни. А, собственно, 700 лет до нашей эры, 700 тысяч лет до нашей эры, уже появился первый фалоимитатор. Этому история давно уже об этом говорит. С шариками очень интересно. Они изначально были размером с куриное яйцо, и изначально камушек был полой внутри, но их было два. Второй был внутри с ртутью. Что при ходьбе вот эта ртуть билась. Ну, это как сейчас делают вагинальные шарики со смещённым центром тяжести. Вот было что-то подобное, только с ртутью. Звучит опасно, конечно. Именно так. А ещё фан-факт. Где-то в третьем веке до нашей эры в Китае обнаружили... Ну, не тогда, типа вот сейчас, исторически. Короче, нашли что-то подобное на эракционное кольцо, но что самое, не знаю, немножко отвратительное, оно было сделано из век козы. То есть в какой момент человек додумался вот надеть это на член, это загадка всего, на мой взгляд, но сам факт. Ещё есть миф, что первый прототип вибратора сделала Клеопатра. Она взяла тыкву, её вычистила, запустила в тарапчёл, зафигачила воском и перекладывала... Вот это фантазия. Ну, как бы древний Египет, что вы хотели. И вот, но вот эта история, она очень много форсится по интернету, и она прям много где в статьях была упомянута, в каких-то книгах, но самое, что интересно, до сих пор нет ни одного доказательства правдивости этой истории. Пока это такая интересная сказка, какая Клеопатра всё-таки распутная девочка была. И вот это вот всё. Кстати, хочется сказать о том, что в Китае ещё есть такие нефритовые бусы, которым императоры выбирали себе жену. Вообще, как это работало? Нефритовые бусы погружались по одной бусине во влагалище непосредственно будущей супруги. И когда вынимались нефритовые бусы из, так сказать, влагалища этой дамы, девушка должна была, если у неё хорошие вагинальные мышцы, она должна была разорвать нить между этими бусами. У меня всё сжалось внутри сейчас. Если ей это удавалось, то ей грозил счастливый брак с императором. Если же девушке это не удавалось, то хорошего замужества ей было не видать. А почему так сильно это было важно? То есть такая женщина на что? Значит, она фертильна, значит, она сексуальна. То есть императоры считали, что хорошие жёны, они должны иметь обязательно упругие мышцы тазового дна и непосредственно влагалище. То есть это очень влияло. Ещё один очень тоже важный момент, как сказал мой оппонент, действительно, в Китае были созданы серебряные шарики, они были и парные, и для мужчин. Для мужчин они служили непосредственно стимуляцией простаты и улучшением в целом интимного здоровья. А у женщин, безусловно, как тренажёр для половых органов. И интересный тоже момент по поводу антиэрекционного кольца. Оно было внутри с шипами. То есть в древности считали, что мужчина, который заканчивает, и у него происходит непосредственно эякуляция, он теряет жизненную силу. Да и до сих пор так некоторые считают. А жизненную силу терять тогда было не очень интересно. Поэтому придумали антиэрекционные кольца. При эрекции шипы впивались в пенис. Соответственно, мужчина не мог закончить. То есть он мог совершать в полной мере половой акт, но закончить он не мог. Чтобы не терять жизненную силу. Видимо, тогда очень много воевали, понимаете, и считали, что для любви время не стоит. Это буквально прототип пояса верности современного. Там же тоже смысл в том, что не наступил тот или иной процесс физиологический. А римляне, кстати, оставляли как раз половой орган, фаломитатор, так скажем, для своих возлюбленных, чтобы они им рога не наставляли, когда они уходят. Какие-то воинственные походы. И дамы, между прочим, подруги могли обмениваться своими вот этими, типа, дилда. Да. Они делали из камня, полировали их. Полировали, да. Они из камня могли быть сшитые шкурой, набитые всяким пухом такой штукой. В Древней Греции еще делали, ну, не то чтобы засушивали хлеб, как в такую, короче, хлебную палку сухую, и тоже этим зачем-то мастурбировали. Ну, возможно, что-то из кожи было просто для богатых очень, а для остальных был хлеб. И подруги могли меняться своими игрушками совершенно спокойно, типа, друг у друга одалживать. Где-то я читала историю, что одна у друга украла дилда, и они там поругались в пух и прах. Интересно, я слышала историю, что раньше врачи лечили истерию, оргазм. Это вот правдило или нет? Я до сих пор не верю, если честно. Дело в том, что когда появился как раз первый вибратор, он был очень громоздкий. Действительно, им лечили так называемую истерию. Дело в том, что такое истерия у женщин. Кстати, если кто-то смотрел фильм «Опасный метод» с прекрасной Кирой Найтли, там очень хорошо показаны как раз те женщины и два врача, как мы помним, которые как раз этим и занимались, известные психоаналитики. Юнг и Фрейд. Так вот, женщина тогда была очень порицаема. Ее преследовали, ее ругали за то, что она хочет получать удовольствие. И женщинам, представьте себе, нужно было придумывать болезнь, надумывать ее, чтобы пойти к такому врачу, который ее простимулирует и даст возможность получить удовольствие. Чуть-чуть не так. Там вообще, как с этой истерией вообще стали дела? Там изначально женщина, естественно, что-то, опять-таки, кто там просто нервный, кто устал. Там у женщин было куча проблем все времена. Сексуальные навязчивые фантазии, раздражительность, там очень много всего. Все порицалось, мастурбация тоже порицалась. И, собственно, вот дошли, что, наверное, у женщин есть истерия. И считалось, что это бушует, истерит матка. Матка как-то начинает путешествовать по женскому организму, добирается до мозга, и поэтому мозг дает истерику. Ну, теория, на мой взгляд, потрясающая, какие-то поползновения матки. То есть, чтобы себе сократить время, не делать это пальцами, создали. Да, изначально это было пальцами. Это реально так? Да, изначально это было пальцами, руками. Причем, если в кабинете у врача, это считалось нормальным. Но именно та же самая манипуляция, например, с мужем дома или в одиночестве, но вне кабинета, это все еще было порицаемой историей. А интересно, вот сейчас у нас такой ассортимент. Но мы знаем, что сейчас развиваются там нейросети, нейроинтеллект, всякие костюмы, которые передают ощущение. Вот что будет в будущем? Может, вообще мы перестанем сексом заниматься и будем с помощью игрушек делать все? Ну, кстати, не исключено. Мне кажется, все равно живое общение никогда не уйдет из нашей жизни. И интимный акт именно двух людей, а не через интернет, хотя ведь есть игрушки, которые через интернет соединяются между собой, парные игрушки, которые помогают людям получить удовольствие на расстоянии. Когда, например, кто-то уезжает. Но я считаю, что все-таки это вынужденная больше мера, да? И я за то, чтобы люди занимались сексом, все-таки живые люди занимались сексом. И игрушки не заменяли сексуальную жизнь. Сложно сказать, что будет в будущем, поскольку мы очень, конечно, активно развиваемся и в этом направлении тоже. И действительно разнообразие игрушек, разнообразие литературы всевозможной, и не только видео, но и, соответственно, книг, то есть публикаций всевозможных, да? Но, тем не менее, я заживу общение, заживу секс. Боюсь прогнозировать. А ты что думаешь? Слушай, тут на самом деле, что называть опять-таки сексом? Потому что по факту секс – это способ коммуникации. Ну, такой вот своеобразный для взрослых людей все дела. И сейчас есть игрушки, которые не просто управляются на расстоянии, что вот у нее там какое-то вибраяйцо, вот это вот все. Есть буквально игрушки, где и он, и она одновременно получают ощущение. Можно ли звать сексуальным взаимодействием? На мой взгляд, да. Есть японский бренд, который сделал какую-то там отдельную грудь, которую можно щупать, она синхронизируется с мастурбатором. Это все с VR-очками. И там какой-то браслет у тебя считывает твои движения. И то есть это все одновременно огромный комплекс. И опять-таки в паре юзать то же самое VR-порно и всякие игрушки во время парного секса – это на самом деле довольно интересное мероприятие. Я говорю как человек, который это пробовал не один раз, потому что мы, например, моногамная пара, у вас какой-то там, опять-таки, VR-шлем, с VR-порно, и у вас как будто сразу вас много. Но отношения вы все еще не открыли. И это очень удобно для таких игрищ. Но опять-таки здесь вопрос в том, что мы будем брать за секс в дальнейшем. Я все-таки за то, чтобы была пара. И я не за то, чтобы мужчина занимался до конца своих дней игрушками. Я считаю, что все-таки это деструктивно действует и на психику человека тоже. И человек меняется. Я понимаю, они могут не хотеть там жениться, или люди, например, живут в каких-то близких отношениях, не знаю, гражданский брак, например. Они занимаются сексом, у них все прекрасно, но они при этом не женаты. Окей, это я приемлю для себя, для того, как в мире это существует и как мне бы хотелось. Но я точно не за то, чтобы сексуальные игрушки заменили полноценную половую жизнь двух людей. Потому что, как правильно Вероника сказала, это действительно коммуникация, а именно эта коммуникация дает возможность людям развиваться, причем в разных сферах. Посмотрите, что происходит, например, с людьми, которых длительное воздержание. Но они до депрессии доходят, как мужчины, так и женщины. Мир так устроен. И если мы сегодня заменим сексуальными игрушками живых людей, мы просто вымрем. Потому что у нас не будет рождаться детей. И все, что будут производить эти люди... Более классные новые секс-игрушки. Потому что нужно будет делать лучше. Я за секс-игрушки, которые дополняют и дают более яркий секс, и дают более яркие оргазмы. Но точно не за то, чтобы сексуальные игрушки заменяли живого человека. Ну а подожди, а если, например, мы если говорим о будущем? Вот у нас есть парень с этой секс-куклей. А я сказала, кстати, что я будущее не хочу прогнозировать. Нет, мне просто интересно. Я у мамы фантазер. Так вот, есть парень, у него вот какая-то кукла. Есть девах, у нее уже по-любому сделали и для нее куклу. Конечно же, естественно, это же будущее. Но у них при этом секс происходит. Ну это как по факту мастурбации, а куклу, что уж какой-то секс. Но при этом они коннектятся с друг другом при помощи интернета. И общаются в процессе, но только не на расстоянии. Считается ли это сексуальным взаимодействием или нет? И будет ли вообще это считаться таковым? Я думаю, что если мы смотрим в будущее, то, конечно, за неимением живых контактов это будет считаться и станет типа сексуальным взаимодействием. Но это в любом случае для меня лично, я свое мнение высказываю, никогда не будет полноценным сексуальным взаимодействием. Кстати, Вероника, сейчас больше игрушек для пар или все-таки для одного человека? Вот по статистике просто покупают игрушки те, кто не в отношениях, больше и чаще. Слушай, на самом деле здесь середина наполовину. То есть если мы говорим именно про парные игрушки, то по факту практически любая игрушка парная, если на то хватает твоей фантазии. Там все ограничивается только техникой безопасности и не более. По факту практически любую игрушку можно использовать парно, даже мужские мастурбаторы. Можно использовать в совместных каких-то сексуальных играх, а не только для какой-то его мастурбации. И там для массажа члена этим мастурбатором. И вот. По факту как таковых именно парных игрушек, их не то чтобы много. Ну то есть прям что вот и ему, и ей одновременно, и так это было заявлено изначально, и вот одинокие-одиночки покупают что-то другое. Рынок максимально перемешан. Парных как таковых немного, остальное оно прям размазано вообще по всему миру. То есть кто-то одиночку имеет. У меня, например, три стеллажа игрушек, у меня ванна вся заваленная. В каждом углу квартиры у меня везде что-то стоит. У меня не квартира, а какой-то публичный дом из вибраторов. Магазин. Ну практически так и есть. И вот. И у кого-то ровно такая же коллекция, потому что человеку прикольно с этими игрушками. Это может быть максимально одинокий человек. Есть пара, у которых такие же большие коллекции. Ну то есть тут каждый по-своему. Ну а если, например, сразу секс начинается с секс-игрушками, это плохо или хорошо? Я к мужу переехала, вот с тремя стеллажами непонятно чего. А он был не в теме. Он абсолютно, ему, бывшая девушка, запрещала мастурбировать. Потому что почему ты мастурбируешь, у тебя же есть я. И он боялся вообще со мной об этом заговорить. И прикинь, тут я такая, привет, моя солнышко, теперь ты будешь мастурбировать и мне в подробностях об этом рассказывать. А я буду об этом же рассказывать всем. И он такой, чего? Я такая, это вот, то будет стоять здесь. Он такой, ладно. Слушай, на самом деле абсолютно ничего страшного. То есть мы и начали с игрушкой, они все очень столько лет в нашей паре, они постоянно меняются. Как мы говорили, что все зависит от женщины. Все зависит от женщины, и вообще от предпочтений пары. То есть вот то, что происходит в спальне, с первого дня это началось. Или с 21-го, вот в этом случае это совершенно не важно. Каждый выбирает свое. Поэтому если отношения с этого начинаются, не вижу здесь ничего плохого. Но тут у многих есть же такой шаблон, что мало ли мы будем зависимы от игрушек. Опять же это стереотип. Ну, по большей части, справедливо ради, у нас их происходит обычно без игрушек как раз таки. Ну, потому что ты весь все равно в них. Ты к ним можешь вернуться в любой момент. Давай как обычные люди, пожалуйста, просто нормально поспим сегодня. Потому что лень тянуться четко куда-то. У нас в основном большая часть секса просто без всего. Потом уже иногда мы вот как, собственно, люди, которые не работают в сфере, в которой работаю я, они вот так же иногда добавляют, как перчинку такую в свой секс, что давай там эрекционное кольцо наденем. У нас ровно так же оно иногда происходит. Хотя, казалось бы. Ну, то есть, в каких-то зависимостях прям... Ну, я хочу добавить, что эрекционные кольца, на самом деле, они даже добавляются при терапии. Для того, чтобы... При преждевременной экуляции как продление полового акта. Эрекционное кольцо, я понимаю, оно пережимает член или что он делает? Да, оно продлевает половой акт непосредственно, эрекцию. И, соответственно, у кого есть преждевременная экуляция, есть такие проблемы у мужчин, как преждевременная экуляция, преждевременное семяизвержение. Так вот, эрекционное кольцо, оно как раз прописывается как терапия в рамках терапии для того, чтобы избежать вот этих моментов. Потому как часто бывает так, что женщина еще, например, не закончила, не подошла к финалу, а мужчина, к сожалению, уже далее. И не все, кстати, готовы женщину удовлетворять и удовольствие ей доставить до конца. Есть, конечно, такие альтруисты, которые прежде думают о женщине, но их не так много, скажем. Но уже хорошо, что они уже есть в наше время. Вот по опыту моих также пациентов я вижу, что очень все меняется, картина меняется. И сейчас больше мужчин, которые заботятся о сексуальном здоровье и сексуальном удовольствии своих женщин, скажем так. А еще какие игрушки используются именно для терапии, для лечения? Собственно, если, скажем так, какие-то классические варианты. И вибраторы, и расширители. То есть, в принципе, вот то, что есть сегодня в индустрии... Я прошу прощения, расширители в какой терапии? Я что-то прям представляю? При вагинизме, например. А, я испорчена. У меня голове анальные расширители, извиняюсь. Нет, я говорю сегодня о расширителях, которые используются для женского здоровья и непосредственно используются при вагинизме. и также прописываются вообще-то врачом, сексологом. Я об этих... Я просто вообще, да, не в ту сторону ушла. Ну, это просто профессиональная деформация, это нормально. Она прям... Поэтому все хорошо. Ну, кстати, у нас ведь в России очень низкая статистика покупок секс-грушек. Да, в секс-грушек. Нет? Нет, у нас... Я видела, что 4% всего очень низкая статистика. Все как взлетело. Ну, и плюс добавляют секс-просветители постоянно. Вот тоже куча же девочек-мальчиков, которые делают обзоры. Сейчас, в принципе, люди стали более... Становятся более раскрепощенными и более спокойно об этом говорят. Также заводятся в этом какие-то блоги, вещают на аудиторию, говорят, что это нормально и спокойно. И вот с ковида как пошел скачок и прям нормально. На самом деле, довольно неплохо у нас все идет. Ковид? Добавил в жизнь людей секса и сексуальных игрушек. В Канаде во время ковида продажи выросли на 146%. Ну, представляете, Елена, что происходит? В Канаде, мне кажется, было грустнее всех. В России я не помню процент, но он не низкий, потому что у нас тоже все засели дома и все такие, так, вот мы будем разводиться, а мы купим миллион мастурбаторов и вибраторов. Даже прям вот так все поделилось. Одни пошли в ЗАГС, а вторые как раз-таки скупать всякое от скуки, вероятно. Ну, просто у меня из окружения не так много людей, которые используют, которые вообще ходили в секс-шоп. У тебя, может, просто другое окружение. Да, хорошо, другое, да. А у меня люди такие, зачем секс-шоп? Да что, фалос мне купить? Не, опять-таки, в рынок интим-товаров входят же не только игрушки, а это различная интимная косметика. И на самом деле органичнее всего начинает знакомство с индустрией с интимной косметики. Там взять, наконец, купить съедобный лубрикант для каких-то мануальных ласк, для орального секса, чтобы там малинкой пахло, все вкусно. Колубочкой с корицей. Жидкие вибраторы потрясающие есть на рынке. Вышла компания одна бразильская к нам на рынок. Просто мои любимые. Я всем такая, смотри, всем надо вот эти вот баночки. Фотографируйте скорее, они очень, вам всем нужно. Они просто потрясающе сделали линейку на разную учительность, вообще на разную хотелку. Всякие блески для губ с эффектом вибрации. То есть вы целуетесь, покалывают губы, а из-за того, что покалывают приток крови к губам тоже увеличивается. Соответственно, ярче ощущение губами считываются там плюсов. А если минет делать, то это мужчина чувствует, выбрасывает? Там не сильно, потому что губы-то намазаны здесь, а мы же по члену как-то все равно другой стороной губы откатаемся. А если просто намазать этим кровью? Можно, почему нет? Можно минет не делать? Ну там член не так, ну там будет подвибрировать чутка. Но опять-таки, если, например, у парня снижена чувствительность, там не то, чтобы сработает. Не знаю, есть массажные масла, массажные масла, которые нагреваются в определенной точке, куда ты подул или поцеловал. Есть съедобный гель для душа, есть чтобы заниматься сексом в душе. Ну то есть можно спокойно начинать с интимной косметики, там вам хватит на пять лет развлечений различных, и потом только как-нибудь заговорить о игрушках. С этого, если начать, то, мне кажется, больше будет как позитивнее восприниматься, понимаете? И потом приходят пациентки, например, у которых начинается климатерический период. Без лубрикантов она практически не будет в полной мере с удовольствием заниматься сексом со своим мужем. Очень хорошо помогают прекрасные лубриканты действительно для женщин, которые находятся в менопаузе. В отношениях девушка хочет использовать вибратор, секс-игрушки. Как ей сказать? Ну вообще ртом идеально. Но здесь очень важно понимать, что, к сожалению, все еще есть миф у мужчин, что вот если она домой тащит вибратор, это в смысле у тебя «А как же я? А мой же член? А как ты? А я? А мой член? Я на такие моменты прошу парней задуматься. Вот типа есть ты взрослый живой человек, который там учился на кого-то, у тебя какая-то работа, что ты себе представляешь. Есть вибратор за 5 тысяч. Если тебя можно заменить вибратором за 5 тысяч, то у меня к тебе, как к человеку, есть огромный пул вопросов. На этом моменте парни такие типа «Ну ладно». И очень важно, если девушка хочет какие-то игрушки домой объяснить своему молодому человеку, который может быть правда настроен так, из-за этих убеждений все еще не существует, к сожалению, что это ни в коем случае не замена ему. Это буквально помощник. Мы же до сих пор не используем дисковый телефон, мы же перешли на смартфон. Это же нам как-то поудобнее. Вот здесь ровно так же поудобнее. Но они же часто еще и переживают, что вот она купит вибратор, а он будет больше моего члена. Это, кстати, важно выбирать соразмерно? Безусловно. Пара должна об этом говорить. И, кстати, не стоит сразу больших размеров начинать. Рекомендует все-таки. Да, будет прям тяжко. Будет и плохо, и тяжко, и дискомфортно. Поэтому лучше за размерами не гнаться в этом случае, а все-таки думать о том, что будет комфортно непосредственно твоему партнеру. Потому что правдливости ради даже какие-нибудь вибраторы, дилды где-то там 4 сантиметра в диаметре, к ним уже прям надо готовиться. Вот с ними у тебя должна быть прелюдия. То есть не просто вот ты его достала, ему пошуршали чем-то заниматься, ты прям уже как-то себя разогреть, что-то сделать. Это прям нужна подготовка много кому. Ну, то есть, поэтому, да, в идеале начинаешь с чего-то небольшого. Во-первых, и парень не будет комплексовать. Конечно, в идеале это парни с комплексами поработать со своими, потому что какого фига ты свой член с какими-то другими сравниваешь? Ну, это третий вопрос. Но, к сожалению, сравнение будет происходить, особенно если это какой-то действительно гигантский размер, да, для опыта. Мне кажется, если принести 30 сантиметров, то будет. Прости, прости. Это нашли, мой друг. Это не тебе замена, все хорошо. И просто рядом на кровать кладешь. И с ним спать ложишься. Да, да, да. Давай, иди, вот там диван есть, уходи, пожалуйста. Поспишь сегодня там. Все-таки нужно обсуждать и ориентироваться не на свои предпочтения, а на предпочтения партнера. И если партнер точно так же будет ориентироваться на ваше предпочтение, то тогда у вас сойдется, собственно, как и в отношении. Ну, наверное, лучше вдвоем пойти. Да, безусловно. Не замолчивать. Нужно идти вдвоем. Не думать, может. Как обсудить. Пойти вдвоем, вместе. Ну, то есть очень часто, что касается секс-игрушек, вообще нерядка история, когда пара такая, ну, молодцы, все, пойдем. И вот они идут, приходят, и вообще они такие, ну, а что брать-то будем? А зачем? Изначально, когда вы начинаете думать, что зачем вам в паре секс-игрушку, вот прямо зачем спросить себя, что вы от нее хотите получить? На любой ваш запрос, на самый фэнтезийный, уже что-то сделано. Я вот слово даю. Мне недавно приехал брелок вот такого размера, член ночной фурии из мультика. И это маленькая копия, естественно, большой игрушки. Ну, то есть есть там разные штуки. Вот. Важно прям задать себе вопрос, зачем мы в пару вообще это покупаем? Чтобы что? Чтобы разнообразить? А как разнообразить? Потому что разнообразить, можно, не знаю, бить друг другу опять-таки начать. Типа вот сегодня мы вот будем вот так вот драться, и нам будет весело. Ну, то есть вы хотите получить какие-то больше тактильные ощущения, вы хотите развивать свою чувствительность, вы хотите, чтобы вам одновременно было приятно, или там, не знаю, продлить эрекцию ту же самую, или продлить время эвакуляции. Ну, то есть прям начните обсуждать, нахрена вам это вообще нужно? И уже, когда будет примерное хотя бы какое-то понимание, оно уже сильно сужает круг поиска. Все еще индустрия, это суперогромное. И вы можете уже хотя бы что-то выбрать, потому что нередки вообще варианты, когда пара что-то покупает, непонятно зачем, непонятно как, и оно потом валяется у них дома, уже в трехметровой пыли, там где-то, как кот там ворочает лапами под кроватью, и они потом такие, знаете, все эти ваши секс-игрушки, такая фигня. Вот мы купили, вообще вот, ну, никак. Да, конечно, никак. С какой мыслью вы купили? Потому что вы не обсудили, для чего оно вам? Конечно. И вот это вот для чего, зачем, очень важно изначально прямо на берегу проговорить, чтобы не было, во-первых, ну, типа лишние деньги выбрасывать, ну, зачем? И вот, во-вторых, это опять-таки поможет вам сблизиться через этот диалог. Я, кстати, могу в пример привести. У меня была такая пара пациентов, когда у мужчины была уже непосредственно обсессивно-компульсивная мастурбация, да, делал он это уже полгода в отношениях, да, со своей женой. Причем очень сексуальная женщина, да, сексуальная девочка, вот, в паре. Она прям такая аппетитная, эффектная, сексуально раскрепощенная, но при этом вот этот ее супруг, они жили в гражданском браке, он практически каждый день мастурбировал, причем у него там был определенный порно-контент, да, то есть там уже, ну, так вот, профилей, конечно, да, перверсия такие, вот, и он ни в коем, вот, не хотел заниматься с нею сексом. И как вы думаете, что им помогло? Когда они уехали на Мальдивы, там не было интернета, у них, наконец, случился нормальный секс. То есть он был, по сути, отключен, отрезан от мира, он не мог посмотреть порно. Ну, ладно, женщина, давайте. Давайте, ладно, женщина уже. Вот, но, собственно, впоследствии, конечно, это уже было, ну, такое, длительное лечение, с психиатром в том числе, вот, до этого доводить точно не нужно. Поэтому я, вот, просто, они у меня были очень недолго на терапии, вот, он не хотел ходить, она-то ходила бы, да, а он вот ни в какую, не хотел он с этим недугом бороться, но, тем не менее, его отправил к психиатру, все там у них уже было хорошо, голову ему поправили, и уверенно у них там все наладилось. Ну, просто сам факт, что женщина, опять же, была более готова, но, я так подозреваю, она мне приоткрыла немножко, да, на терапию несколько было занятий, вот, сессий, она не готова была к экспериментам, да, что, опять-таки, привело его непосредственно в эти перверсии. Он был более раскрепощен, он больше фантазировал, да, и хотел этой реализации. Уважаемые зрители, разговаривайте в паре о своих желаниях, о своих фантазиях. Прямо сейчас. И прямо сейчас можно начинать. Не доводите до крайности, да? Да, не нужно доводить до крайности. Не нужно провоцировать своего партнера уходить в деструкцию. А бывает ли норма, что, например, женщина мастурбирует с вибратором, да, но у них еще и есть секс? Да, это вообще прекрасно. Нормально? Но мужчина ревнует в этот момент. В смысле, это может быть ненормальным? Ты подожди. Да, я спрашиваю. Нет, это как раз нормально. Это как раз нормально. И когда мужчина... Нормально, когда мужчина это адекватно воспринимает. Для этого, опять-таки, мужчину своего подготовить нужно. Нужно его хвалить, да? Нужно в нем уверенность мужскую поддерживать. Что он сильный, что он, там, я не знаю, рыцарь, джентльмен, джентльмен, что он в сексе ее удовлетворяет. Тогда у мужчин не будет возникать комплексов. Но поверьте, что у мужчин очень слабая психика. И если женщина будет настолько неаккуратна, что даже пошутит в сторону, даже не своего мужчины, а в принципе в сторону мужского пола каким-то образом на тему сексуальности и выставит мужчину в ненужном свете, мужчина может это взять себе на вооружение и принять на свой счет. И вот здесь точно могут возникнуть проблемы с эрекцией. То есть мужчины в этом смысле, они очень-очень чувствительны. С другой стороны, если ситуацию перевернуть на женщину, если бы мужчина так женщину засмеивал, я думаю, там бы тоже проблемы начались. Но мужчины даже более чувствительны к этим вещам. Поэтому, когда вы общаетесь со своим мужчиной, будьте осторожны в высказываниях. Лучше лишний раз похвалить и настроить его на нужный лад. То есть, опять-таки, упираемся в то, что все же многое зависит от женщины в основном. И в диалог. Я просто вспомнила ситуацию, как женщина как раз-таки себя удовлетворяла, мастурбила с мастурбатором. Мужчина постоянно этот мастурбатор находил. Такой, ну и как вообще так? И хоть ей в лоб. Как кошку. Это кто сделал? Это кто сделал? С щеками поболел. Ну то есть, его это не устраивало. Он постоянно переживал, что мало ли все-таки когда-нибудь секс вообще исчезнет. А мало ли у нас было бы больше секса, если она бы не мастурбировала. А вот это тоже такой вопрос. Есть женщина, которая думает ровно так же, когда мужчина пытается купить себе игрушку, например. Ну опять-таки, а если нет? Ну то есть, а если вот да, и стало больше, а ты его не хочешь, тебе голова, например, болит. Или ты на работе устаешь. Или у тебя дела, у вас дети маленькие. Ну типа, секс все еще взаимодействует. Он забирает кучу эмоционального ресурса. Ну это, ты буквально не можешь, там, просто секс такой, а теперь мы сейчас сядем и фиганем годовой отчет. Сначала все равно возьмешь себе какую-то паузу. Не вот, потому что все равно, ну типа, плохой секс, это секс без эмоций. Это просто механическая история, после которой ты говоришь, что нет, спасибо, мы с тобой, наверное, больше никогда не будем вместе. До свидания. Не вот. И вот эта вот вся история с эмоциями, она прям тебя из этого секса вытаскивает. Так вот вопрос, а если бы, ну, у тебя куча проблем, ему еще и мастурбировать нельзя, или там ей нельзя мастурбировать, а куда деть нереализованную какую-то энергию? Опять-таки, кто-то снимает стресс просто при помощи оргазмов. Оргазмы, согласно исследованиям, снимают боли во время месячных. Если мне мой муж запретить дрочить во время месячных, во время первого дня месячных, чтобы мне просто стало физически легче, я его отгрызу, отгрызу ему руку, мне кажется. В смысле, ты хочешь, чтобы я мучилась? Ты хочешь, чтобы у меня все болело? Ну, конечно, нет. Не вот. Ну, то есть зачастую вот это вот «а может быть, а если как?» это, ну, история не терпит со слагательного наклонения ни в коем разе. Ну, а если бы до кабы? Ну, может, да, может, нет. Поди там разбери, как оно могло быть. Но может ведь использование секс-игрушек стать опасным? Могут быть такие ситуации? Или нет? Стать опасным, наверное, только в том случае, если все-таки они подобраны не по размеру, и если изначально люди не обсудили, какая секс-игрушка им нужна, и для чего она нужна, и не обсудили непосредственно. там, да, принадлежность этой игрушки в их жизни. И, ну, собственно, что касается привыкания, возможно, если психика не подготовлена у людей, да, ну, это, наверное, совсем уж молодой возраст все-таки, да. Мне кажется, если начинают применять сексуальные игрушки уже в осознанном возрасте, после 30, там, да, после 28, то люди уже более осознанно подходят к этому вопросу. Но уж после 40, я считаю, что это... Сам бог в лету. Да. Практически должно быть нормально восприниматься обоими партнерами. Поэтому вред, ну, я бы не сказала. Правда, в древние времена антиэрекционные кольца все-таки не рекомендовали больше 25 минут использовать. Потому что потом снижается чувствительность. Нет, ну, не потому что снижается... Просто пережать. Просто можно пережать кровеносные. Что такое половой член? Это пещеристые тела, куда поступает кровь. Как происходит эрекция, да? Пещеристые тела наполняются кровью. Соответственно, когда начинает работать парасимпатическая система, когда человек расслаблен, почему я говорю о том, что нужно начинать с массажа. Если мужчина ваш не готов к сексуальным утехам, то начните просто с массажа. Запустите парасимпатическую систему. Да, вот он устал, он пришел после работы, трудового дня, и у него, к сожалению, проблемы с эрекцией. Значит, нужно его расслабить. Соответственно, чтобы в пенис пошла кровь. Все, происходит эрекция, происходит полноценный половой акт. Антиэрекционное кольцо пережимает нам эту систему, и, соответственно, можно получить увечье. Нет, я про это могу рассказать только с прагматичной точки зрения. Секс-игрушки могут быть вредны по двум причинам. Первое, это фиговый материал буквально. То есть, есть дешевые китайские игрушки, не все еще есть на рынке, к сожалению. Куда добавляются фталаты? Фталаты, это летучее соединение. Оно буквально испаряется. Если вы купили себе игрушечку, открыли коробку, а там запах какой-то химозы, либо резины, это вот оно. Никогда в себя это даже рядом не ставьте. Просто выбрасывайте. Были исследования, доказывающие, что фталаты негативно влияют на репродуктивную систему женщин. Пробовали исследовать на мужчинах, но там такая выборка маленькая, поэтому мы это в расчет не берем, но тем не менее вред доказан. Фталаты уже исключены. Раньше их добавляли даже в детские игрушки. Все, запрет полностью стоит на шесть видов фталатов, все дела. Но секс-игрушка не то, чтобы как-то очень все досматривают. Например, всю сертификацию, какие-то дорогие бренды, они платят за это сами, они сами проводят исследования, сами смотрят материалы, вот это вот все. То есть какой-то общего стандарта нет. Но, кстати, что смешно, когда года два назад поступило предложение выкатить общий стандарт секс-игрушек. Я такая, неужели? Наконец-то, ну, типа, будет вот это вот плохое, это хорошее, то берите, это не берите. Один из пунктов, это было, что там не должно быть занос. Я такая, это прям сертификация, да? То есть нет занозы, это хорошая игрушка. Но, в принципе, не то, чтобы мне очень хотелось игрушки с занозами, но страны. И там все пункты вот какие-то суперочевидные. Но эта сертификация просто не имеет смысла, она никак не отделит хорошее от плохого. Мне, по-моему, так и не приняли. Не могу ошибаться. Я просто посмеялась на этих пунктах и такая, да, и забудем эту историю. Так вот, и все еще. И фталат добавляется для того, чтобы материал сделать более мягким и пластичным. Вот здесь какой-нибудь дешевый, не знаю, там, ТПР-материал, там, какой-нибудь каменный такой. Добавляем фталат, и все такое, типа, но очень мягонькая, прикольно, можно продавать и брать за это меньше денег. Это еще, естественно, удешевляет производство. Так вот, его можно фталат и определить по запаху. Либо вот вторая история, почему могут быть вредны секс-игрушки, это нарушение техники безопасности. Это вот это вот все, мы купим себе просто какой-нибудь член дилда и просто вот так вот с разбегу запихнемся кому-нибудь в жопу и не достанем, мы будем неловко чувствовать себя в скорой помощи. Либо, например, это если игрушки с мео-стимуляцией, с электростимуляцией, включать их в воде или включать их там заранее, а потом пытаться ввести куда-нибудь. Там и таких историй много, да? Ну, есть. Не просто так написаны инструкции, знаешь ли. Все на опыте. Там были пытаться вот вагинальные вот эти шарики для тренировок тоже запихивать в анальное отверстие, вот как будто бы у нас там сейчас что-то произойдет. Либо опять-таки нужно, у нас на самом деле обычно все это бы это про анал, как ни странно. И вот там, правильно выбирать все анальные пробки, потому что не все, что мы видим на рынке, оно все подходит. Очень много шлака, просто буквально форма не та, она неправильная, она может прям навредить. Ну, то есть это прям просто нарушение техники безопасности какой-либо там. Или долго мы стимулируем там вакуумные стимуляторы. Там девочки часто жалуются, вот я там купила, и у меня пропала вся чувствительность. Встала, убежала, и все, и не найти. Ну, да, конечно, у тебя в инструкции к каждому вакуумнику хорошему есть в инструкции, что использовать на одном месте не дольше 15 минут. Нет, мы себе фигачим последний режим и лежим полчаса об этом такие, что-то? Я ничего не чувствую, ребята. А соседи такие, выключите перфоратор. Да, буквально, если мы возьмем любую вибрирующую штуку в ладони, наша ладонь довольно быстро занемеет. С клитором, ну, что там случается, естественно. И тут дело не в том, что секс-игрушки, эти вакуумники плохие, а в том, что, ну, типа, ну, давайте смотреть в инструкции как-то, менять места там, я не знаю, подбирать себе подчувствительность правильно, чтобы не приходилось технику безопасности, которая, опять-таки, пишется, блин, в инструкции. Читайте инструкции, пожалуйста, и применяйте все по назначению. Это вот, ну, у меня вот такие вот прям пункции. Ну, а сколько еще людей используют не по назначению огурцы и кабачки? Не можем так не сказать. Регулярно есть история от травматологов. Кстати, есть последняя статистика, совсем недавно прочитала это в новостях, что в Америке 60% вот в последнее время, да, просто эпидемия извлечения всевозможных предметов из ануса. Представляете, да, вот пишут, даже ставят вопрос, это что такое количество одиноких людей, которые запихивают себя буквально все подряд, причем в анусы именно. Может, и не одиноких, но вот ставят вопрос, что одинокие этим занимаются. Почему одинокие? Нет, этим могут заниматься и в паре. То есть здесь тоже вот такие вот моменты, да. Лучше купите секс-игрушку и используйте ее по назначению, чем брать, что попало, и... Покупать стимулятор простат это неловко, падать на бутылку шампуня в ванной, это ловко. Все правильно. Я не вижу противоречий. Не вот. Не, на самом деле, да, вот эта вот проблема, но это плюс там социальные установки, что как это так. Да, это очень много всего. И социальные установки, и негативные установки. Конечно. То есть и стереотипизация общества, в котором мы живем, и там, и здесь, неважно, да. Это все очень влияет. А потом сезон кабачков в травматологии. И все. Ну, то есть, нет, правда, очень опасно. Очень важно беречь свое здоровье, не использовать растительные масла и кабачки. И вообще заботиться о своем сексуальном просвещении. И вообще заботиться о сексуальном просвещении и своего мужа, или жены, и своих детей. Тогда все будет хорошо. Полностью согласна. А что сейчас пользуется спросом в секс-шопе? Что чаще покупают? Все. Все. Ну, на самом деле, в секс-шопах покупается буквально все. Метут, с полок, все. Дешевое, дорогое, разных форм, размеров, разного предназначения, скажем так. Ну, в одно время, на самом деле, в нулевые, после секса в большом городе, это были ванда, хитачи, вот эти вот микрофоны. Но это волнами, это как тренд такой. Потом вибраторы-кролики, которые вот два отростка, все дела. Вот сейчас у нас в тренде вакуумные стимуляторы. И вот, если мы говорим про мужские игрушки, там просто все. Реалистичное, нереалистичное, которое подсасывает, которое вибрирует, которое синхронизируется с форно, которое делает тебе непонятные штуки круче любого минета в своей жизни. Ну, то есть все. Метут просто все. Абсолютно. Подчистую. То есть все зависит от того, типа, насколько человек, там, у него позволяют его доходы и позволяет, опять-таки, про его образование. Да, фантазия, какое-то образование. То есть такое так, я вот, кажется, дорос вот до этой истории, а кто-то берет тебе, не знаю, какую-нибудь супердешевую, непонятную такую фиговину за 500 рублей, а там не рельеф, а ничего нет, вообще ничего. Там просто достать, посмотреть и убрать обратно по факту. Они такие, нет, все. Моя. Вот здесь не ходить всегда. Кому-то с этим нормально. Буквально, ну, вот, у девочек прям есть еще какие-то волны тренда, но... Для кого-то, хочу сказать, это вообще показатель взрослости. Пошел, купил сексуальную игрушку, вот, я вырос. Мне 34, я взрослый. Кто чаще обращается, ну, кто чаще обращается, как врачу, кто чаще приходит? То есть это 30 плюс? Мужчины, мужчины 30 плюс. Если на самом деле ты, ну, когда-нибудь обратишь внимание, большинство игрушек представляют из себя розовый цвет. Некоторые бренды принципиально не меряют розовый ни на какой другой, потому что большинство покупателей мужчины, а мужчины такие, ну, розовый для девочки, беру. Это буквально, один бренд решил перекрасить свой, ну, силикон под игрушки, ну, просто такие, ну, что ты за похабный, вот прям китайский розовый цвет. Типа, ребята, давайте что-нибудь другое сделаем. Они выпустили линейку, она вообще практически не продалась. А, то есть мужчины покупают как для женщины? Да, 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 это не розовый, это некрасиво, это мы не берем. Вообще удивление. Когда вышли какие-то игрушки в пастельных тонах, это прям, ну, типа, очень сложно было. Но именно в оффлайн-точках, вот если вот идут магазинчики какие-то, вот это вот все, это все еще мужчина 30+, который вот себе, маме, любовнице, жене, вот этот вот они уходят с кучи коробок. Ну, женщины в основном онлайн сегмент берут, потому что это какие-то блоги магазинов, это какие-то блоги компаний отдельных, они вот ориентированы буквально на женщин. По подаче, по цветовой гамме, по всему этому, они это прям, и девочки там сидят, обмениваются опытом и скупают вакуумно-папачками. И нормально. Я прям вспомнила, когда я первый раз заказывала секс-игрушку, я такая, лишь бы в непрозрачном пакете. Лишь бы никто не узнал. Да. А сейчас уже пофиг, просто иду, да? Ну, я такая, а что? Типа, да, у меня есть в жизни мастурбация, а у вас нет. Завидуешься. Ну, да. Но это тоже такой момент, знаете, как феминистические проявления. Хвалиться этим. Да, и, кстати, фалоимитатор тоже был придуман для этого. И, кстати, феминистки очень активно начали этим пользоваться для того, чтобы показать, что они сами выбирают, что им делать, и с кем или с чем. То есть это такой тоже момент феминизации общества. Поэтому сегодня так открыто уже об этом говорят. И особенно женщины, кстати сказать. Ну, и еще и не поэтому, на мой взгляд. Я думаю, что еще и потому, что у нас дефицит мужчин. Дефицит, кстати, мужчин, которые в полной мере могут осуществить половой акт. Вы, кстати, знаете, что по статистике после 25 лет каждый третий мужчина страдает импотенцией. Вот такая статистика. А после 70 мало кто из них может вообще совершить половой акт. То есть просто знакомых перебирает, такая, не, мои не входят. Ну, значит, вам повезло. Опять-таки, окружение специфическое, может быть, еще от этого, да. Возможно, классно мято. А секс-игрушки в этом могут помочь, если... Ну, не стоит. Ну, могут, конечно, да. Стимуляция, например. Стимуляция пениса происходит, да, приток крови, соответственно. Есть... Да, говорите. Есть гидропомпы. Они основаны... Это лоттерапия. Отрицательное давление есть в вакуумные помпы, но они, естественно, при неправильном применении, они, во-первых, ничего не увеличивают, они просто чуть-чуть член приопухает, и на самом деле вакуумные помпы юзают по большей части трепетизеры, что удивительно, чтобы выходить в номера и было красиво. Значит, выходят такие, танцуют, и чтобы все было прям большое и выделялось. Но, в факту, они как такого, ну, прям, практического применения эти помпы, ну, не стоят. Так вот, есть гидропомпы. У них давление из-за воды, оно другое. И вот там как раз-таки увеличивается кровообращение, член как раз, он буквально растет, ну, там, конечно, свои есть заморочки, но эта фигня работает, и как раз-таки улучшается эракция за счет увеличения кровообращения. На этом отрицательное давление. Я, честно, проверяла на нескольких мужиках, в мужиках у всех все нормально. Ну, то есть, прям прикольная и рабочая штука. Та же самая... Изобрели ее, кстати, в 2004 году. Да. Один инвалид, Джон Оукс его звали. Он когда получил травму позвоночника, и, к сожалению... Его друг сделал. Его друг сделал, он придумал. Вот. И он, к сожалению, потерял эрекцию. И вот его друг сделал вот это. Да, изначально, да, было для этого. Да, потом вот вошло в жизнь. стимуляторы простаты могут повлиять положительно на эрекцию. Да, стимуляторы простаты, безусловно. Это же, как и профилактика и улучшение интимного здоровья, безусловно, в целом. Их прописывают врачи. Сколько информации для мужчин. Вот, причем там тоже много дополнительных функций у стимуляторов простаты. Поэтому... Ну, то есть, а у девушек это ровно так же увеличение кровообращения через ту же самую какую-нибудь мощную вибрацию. Опять-таки, улучшение, укрепление мышц азового дна. Да. Тренажер и, соответственно, как игрушка вполне. И в мир добрые люди. И за счет дополнительных функций, между прочим. Ну, тоже нужно выбирать. Я столько вообще. И некоторые небезопасны, насколько я понимаю. Во-первых, небезопасны. Во-вторых, тут, к сожалению, ну, для... Им хочется будет, естественно, к моему сожалению. Очень много появилось тренеров, вот где мы вот сейчас вот это вот кегель, сейчас мы накупим шариков и будем тренироваться. И чтобы у тебя прям как в твои 20 все было, и вот ты вот сейчас как помолодеешь. Такая-то ригерная фраза. Да, да. Ну, потому что везде прям она. Но штука в том, что мало кто говорит о гипертонусе мышц, что девушка, может быть, не нужна нафиг это вообще, это все мероприятие, что у нее может, она там что-то позанимается, купит себе тренажер, а у нее просто будет гипертонус, например, болезненный какой-то половой акт. Ну, нет, мы же продаем курсики. Нам же нужно что-то делать. Ну, я прям видела, что женщины стоят с этими игрушками, которые весят вообще, не знаю, сколько там, 5 километров. Стоять не рекомендуется, потому что как раз-таки это лучшревато гипертонусом мышц. Понимать, опять-таки, зачем ты тренируешься, если у тебя показания к тренировкам, и опять-таки, правильно выбрать девайс. Ну, то есть, если мы думаем, что у разных секс-игрушек, где ты пришел, схватил первое, что на полке лежит, и ушел, я вас очень огорчу, оно так не работает. Потому что там тоже нужно подходить с умом. Нужно понимать, зачем, для чего, опять-таки, чтобы что получить, какой мы хотим результат, и вообще нужно ли нам в целом. Я, конечно, очень люблю всякие девайсы, но зачастую, ну, типа, ну, не нужно вам, ну, не мучайте себя, не покупайте ничего. Зачем? Ну, обычно ведь те, кто в секс-шопах, они прям хорошо разбираются. Ты заходишь, и там практически секс-коуч. Ну, в секс-шопах обучают, о чем плотненько. Ну, то есть, это постоянное обучение. Главное, не стесняться и спрашивать, да. Да, ну, то есть, есть, правда, фиговые продавцы, я врать не буду, не все в секс-шопах работают, милые котики, но в средствах мы довольно квалифицированные люди, потому что это, правда, постоянное обучение, особенно в крупных городах, это вечные тренинги, 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 какое-то там, обучение продажам, обучение по брендам, обучение потому, посему, как подходить. Ну, то есть, человек буквально очень хорошо подкован. И у него явно знаний больше, чем у посетителей секс-шопа, и реально проще спросить, чем вот стоять, разглядывать вот это вот. Пу-пу-пу. Я не знаю, что взять. Задать пару вопросов. Остальные вопросы консультант задаст вам сам в ответ. Он должен что-то спрашивать, а что как, а что бы хотелось, не знаю, какая чувствительность, а, наверное, вот так. Уточняющий вопрос уже поедет с той стороны. При этом уже надо знать, чего бы тебе хотелось и для чего тебе это нужно. Да. Тогда действительно сужается поиск. И точно не навредишь, потому что есть профессиональный консультант. Это правда. Что в итоге нужно сейчас? Какие секс-игрушки покупать? Что важно? Потому что я узнала очень много информации. Я уже на мартиплейсе выбираю. Ну, во-первых, паре нужно с друг другом разговаривать, понять, для чего им нужна сексуальная игрушка, поговорить о фантазиях друг друга и вообще готовы ли они в свою жизнь привнести сексуальные игрушки. Покупать можно любые, использовать нужно как вместе, так и по отдельности, но, тем не менее, друг с другом разговаривать. И ваш партнер должен знать, что вы пользуетесь какой-то сексуальной игрушкой или он пользуется. Нужно действительно налаживать с помощью сексуальных игрушек свою сексуальную жизнь. И от этого зависят в целом ваши семейные отношения и партнерские отношения, даже если вы не находитесь в браке. Ну и, безусловно, образовывать, сексуально просвещать своих партнеров и своих детей. И это залог здорового общества в целом. Поэтому не бойтесь, пробуйте, покупайте и обращайтесь к консультантам и к врачам-сексологам, которые помогут вам, пропишут вам в терапии также сексуальные игрушки для улучшения интимных отношений в вашей паре. У меня одно. Во-первых, не любые можно брать все-таки. Некоторые лучше не брать. Если вы все-таки решились на покупку игрушку себе, вы все обсудили. Вы такие пусечки молодцы. Пожалуйста, берите какие-то проверенные бренды, почитайте немножко. Есть буквальная, ну как, википедия по брендам, есть отдельный сайт, который не коммерческий, он просто собирает информацию. И да, всегда обговаривайте. Обговаривайте, ставьте себе прям цель, зачем мы это делаем, для чего, почему. И не нарушайте технику безопасности, это еще более важно. Пожалуйста. Одно из важных правил. Это самое важное правило. Никаких вагинальных шариков, места, которые не предназначены для вагинальных шариков. Пожалуйста. И никаких оливковых масел. И тогда все у вас будет хорошо. Супер. Со мной были Инесса Швадская, Вероника Чайная. Это видео-подкаст «Встал вопрос». Ребят, занимайтесь сексом с удовольствием, это главное. Согласна. Субтитры создавал DimaTorzok